В Ижевской школе номер 88 произошла трагедия. Неизвестный открыл стрельбу. Есть жертвы, среди них дети, учителя и охранники. Есть и погибшие. Какой должна быть система безопасности в российских учебных заведениях, чтобы подобного не повторялось? Спросим мнение прохожих. Обученные люди, только обученные, которые на работу приходят не отсидеться, зная о том, что получат деньги, лишь бы день прошел, а только обученные, которые знают, что они пришли охранять вот этих вот маленьких людей от таких, как мы, взрослых. Всегда должна быть охрана около школы при входе, чтобы дети, как говорится, могли быть защищены, взрослые, профессионалы, а не просто бабулька какая-то с подошком. Там, получается, охранники кто? Пожилые люди сидят. Если бы, конечно, были молодые из Росгвардии, зарплаты низкие, никто, мне кажется, не идет на такую зарплату. Поэтому учителя тоже ничто не могут сделать. Либо какая-то должна быть специальная пропускная система, чтобы никто не мог пройти в школу. Ну, наверное, на охрану не бабушек сажать, а кого-то, мужчину в любом случае. Бабушку точно не спасет. Я вот, например, очень много проработала в гимназии. У нас такого не было. У нас и директор гимназии, и представители вот там очень следят, какой ученик вышел, кто вошел. Это прежде всего от этого, мне кажется, зависит. Выдавать все ключики, чтобы ворота открывали и заходили. И выходили тоже так же. Потому что это единственное, или, ну, не знаю, более серьезнее относиться к выдаче оружия. Помните раньше, когда мы были еще, мы, когда были молодые, были народные дружины. Народные дружинники. Организовывались родители, из рабочих. Приходили, их даже освобождали с работы определенное время. Носили, они были с повязками, их все видели, знали, что это охрана. Каким-то образом, вот так вот, может быть, организовать родителей. Ну, охрана, конечно, должна быть более, наверное, не бабушки и дедушки сидеть на охране, а более молодые, крепкие люди. Вот, и потом, ну, я даже не знаю. Ну, вот у нас в школе, в принципе, достаточно строго. Как бы запускают их там, строго за всем смотрят. Карточный доступ прохода какой-либо. Снабдить охрану, может, тоже оружием каким-либо. Ну, также проводить с детьми психологические уроки, чтобы ничего такого не происходило. Ну, и очень хорошо обеспечить охрану. Нужно что-то с этим делать однозначно. Я сама с Донбасса. Поэтому для меня этот страх, как бы, очень понятен. Когда кого-то убивают, и когда ты видишь это вообще собственными глазами, я не знаю, как дети, конечно, переживают по поводу этого. Но усиливать надо обязательно. Я не знаю, может быть, как-то охрану. Все-таки побольше. Одного охранника, как бы, на входе, я думаю, недостаточно. То есть, это должно быть какая-то служба быстрого реагирования. То есть, это должно быть поблизости. Может быть, даже каждому учреждению закреплен отдельный пункт, чтобы это было действительно в пешей доступности, можно сказать, а не на машине. То есть, только таким образом.